Этим оружием пугали маленьких стражей со времен Destiny 1. Оно убивает стражей. Оно является символом тьмы. Торн. Теперь он и в Destiny 2. Привет, страж! Меня зовут Джонни Лейни, ты на канале Triple Vibe. И сегодня мы, наконец, разберем долгожданный квест на получение экзотического револьвера Шип. Квест появился в игре вчера вечером с ресетом и одновременно с другим квестом на перепутье. Многие спутали эти задания, подумав, что выбор стороны скиталец или авангард и приведет нас разными путями к получению экзотического револьвера Шип. Но нет. Для того, чтобы найти квест на револьвер, нужно было исследовать закоулки ЕМЗ. Продолжение следует... В одном из заброшенных лагерей мы находим сильно поврежденный прототип Шипа и относим его оружейнику Банши. Рассказав нам, что это очень опасное оружие, темное и все такое... Это игрушка-дьявол, во-первых. ...он вручает нам список заданий, о которых тут же и забывает. Первым в списке заданием будет добыча адронной эссенции. Чтобы ее собрать, нужно выполнить контракты Ашарамира, убивать варлоков в гарниле или завершать сумрачные налеты. Сумрачные налеты дают больше всего эссенции, поэтому я бы рекомендовал именно их и фармить. Выбирайте самый короткий, на этой неделе это древо вероятностей. Ставьте минимальный множитель на карточке, увеличенный урон с тяжелого оружия и электрический ожог. С двух залпов с катушки босс отъезжает, а вы получите 15 эссенции за каждый заход. Следующий компонент – обшивка из пластистали. Также добывается несколькими способами на выбор. Хочешь в пвп отстреливай титанов, а хочешь выполняй контракты слоун или завершай активации слепого колодца. Мы выбрали последний вариант, и это тоже самый быстрый из способов. За каждое закрытие героического колодца 10 единиц пластистали, изи-пизи. Сапфировая проволока – последний ресурс из необходимого. Он добывается либо, да, в пвп, убивая охотников, либо на марсе в эскалационном протоколе. Этот этап не исключение и выполняется быстрее в пве. Одна волна протокола – 10 проволоки. Достаточно запускать первый уровень и фармить именно его для большей скорости. Затем – пвп этап. Да, из-за которого опять разревелись все, кто пвп не любит. Этап очень сложный, правда. Для таких игроков, кто редко заходит в горнила, это… я согласен. И я бы сказал, что так нельзя, но шутка в том, что после хардкорного этапа в пвп идет хардкорный в пве. И я просидел над его прохождением дольше, чем в пвп, при условии, что большую часть времени и там, и там я играл с рандомами. Короче, на одном этапе страдают и ревут пве игроки, а на другом – пвп спортсмены. Но, как вы хотели, квесты на экзоты должны быть непростыми. Итак, что там в пвп? Побеждайте стражей в горниле с помощью пустотной энергии или револьверов. Да, все как в квесте на торн из первой части. Задание выполняется быстрее при выполнении серии точных выстрелов из пустотных револьверов, а в железном знамени или в состязательных матчах горнила прогресс ускоряется. Пара советов, как справиться с этим этапом поскорее. Возьмите пустотный револьвер. Не умеете играть с револьверами? Возьмите пустотный револьвер. Если играете на ПК – знойную орхидею. Если играете на консоли, то заберите из коллекции револьвер «Холодный пот» из испытаний 9 первого года, или револьвер и «Келл». Оба имеют архетип 180, что сильно облегчит прохождение. Я пробегал этот этап именно с «Холодным потом». И второе. Если у вас низкий или вообще нулевой рейтинг в состязательных матчах, отправляйтесь туда. Лучше соло. Там прогресс задания идет сильно быстрее. Минимум по 10% за матч набить вы сможете точно. Потом летим на ферму к Тирикарн. Да, на ферму. Ферма – это такой социальный хаб. Давайте покажу. Сначала ЕМЗ. И вот здесь вот ферма. Итак, Тирикарн. Охает-ахает о том, что вы ввязались в какую-то темную историю. И говорит, что если хотим продолжить, нужно отправиться на Титан. И вам правда стоит подумать, хотите ли вы продолжить. Если прошлый этап я проходил с револьвером «Холодный пот», то следующий этап я проходил сам в «Холодном поту». Усложненный налет песни Саватун на 660 уровня силы с модами на увеличенный урон от атак ближнего боя противника, увеличенный входящий урон от любой стихии и увеличенный запас здоровья противников. Полная жопа. Мой перс сейчас на 666-667 силы. И мне было очень больно проходить вот это вот все. Серьезно, на битве с боссом я потратил больше нервов и времени, чем на этапе с ПВП. Это какой-то адок. Но я не пишу об этом в комментах, что ужас, ведь слишком сложно. Опять все для ПВ-ешеров. И дропаю квест. Нет. Что посоветовать прохождению? Максимизируйте свой уровень силы и найдите команду, с которой можно договориться играть осторожно. Поднимите свой уровень коммуникации. Давайте больше инфы, чтобы попросту не вайпаться. И следите за рабами. Эти гады ваншотят со спины с одного удара своей когтистой лапой. После прохождения вас ждет награда. Тот самый револьвер-шип. Отдельный подробный видос с впечатлениями от нового экзотика появится на канале чуть позже, после того, как я поиграю с ним в ПВП, в ПВЕ, пойму, где его применить лучше всего. Ну а ты, чтобы не пропустить, подпишись на канал, поставь лайк под видео, и увидимся в следующих роликах Страж. Счастливо!